Привет, бойцы! С вами проект мой от ICK и я Варченко Виталий. Сегодня я тебе покажу парочку хороших рабочих комбинаций. Все комбинации буду делать не спеша, а спокойно, для того, чтобы ты видел разные моменты, очень важные, на которых я буду акцентироваться. Итак, первая комбинация это фронткик и двоечка. Фронткик можно бить любой, как левой ногой, так и правой. Левая ножка она более стопорящая, останавливает противника, правая уже более силовая. Но очень важный момент. После фронткика тебе нужно вернуться в стойку. То есть, если ты бьешь левой ногой, она опускается вперед, ты возвращаешься в стойку и сразу добавляешь двоечку с левой ноги и левой руки. Если ты бьешь правой ногой фронткик, она возвращается назад, но ты потом опять-таки с левой ноги и левой руки добавляешь двойку. То есть, добавляя двоечку, нам нужно сделать подшаг или скачок для того, чтобы достать. Следующая комбинация довольно-таки классическая. Это двоечка, левый правый прямой, левый в печень и правый мидолки. Очень хорошая рабочая комбинация, особенно против противников, которые уходят в глухую защиту. То есть, пробивая двоечку, ты заставляешь закрыться противника, поднять перчатки и левым в печень туда четко всаживаешь уже в открытую область. Ну и правый мидолки, он уже как дорабатывает. Этой правой ногой можно бить любой круговой удар. И лоу-киф, и мидолки, или хай-киф. Все будет зависеть от защиты противника. Но очень важно в этой серии руки пробить быстро и жестко, а ногу добавить как отдельный удар сильно. Следующая комбинация довольно сложная, так как левой ногой мы будем делать три удара. То есть, первый удар это мидолкик с разножки. Затем тайским шагом мы выбиваем переднюю опорную ногу противника. То есть, левой ногой мы выбиваем левую ногу, выводя его из равновесия. И сразу делая еще один подшаг, мы всаживаем левое колено в печень. И заканчиваем это все правым локтем сверху между перчаток. Это такая действительно хорошая комбинация за счет высекания передней ножки. И она довольно неожиданная и необычная. Провести ее, конечно, в поединке довольно сложно, но если получится сделать высекание передней ножки и сразу всадить колено, то скорее всего это будет очень болезненно и скорее всего на этом бой закончится. Итак, следующая комбинация это правый прямой, правый лоукик, левый печень и правый локоть. Четыре удара довольно сложных, но эта комбинация разбита на две как бы. Первая это правый прямой, правый лоукик, то есть одной стороной. Это все сделать очень неожиданно для противника. То есть правый-правый, никто не ожидает такой работы. И дальше уже опять-таки левый в печень всаживаем, заставляем согнуться, поднять руки и локоть между перчаток дорабатываем. И обязательный момент после пробития правого лоукика вернуться в стойку. Видеокурс «Пады лапы Макевары. Секреты сверх эффективных тренировок». Поставь себе нокаутирующий удар, получи сверх эффективную комбинацию, а также узнай отличный комплекс по физподготовке. Ссылка в описании под видео. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми колокольчик, присоединяйся ко мне в соц сетях в описании под видео и забирай бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне, кликнув по картиночке или по ссылкам в описании под видео. Настойчивости в тренировках, ребята.